Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. На Донбассе возобновились обстрелы из реактивной артиллерии. Сегодня утром под огнем из градов и тяжелых минометов оказались Широкино и Водяное. В окрестностях этих населенных пунктов разорвалось 10 снарядов и порядка трех десятков мин, сообщают в СНБУ. Огонь из тяжелого вооружения велся также в Луганском и Опытном. На Луганщине, в районе Катериновки и Новоалександровки за сутки вдоль линии соприкосновения зафиксировано 59 обстрелов. Один украинский военный получил ранение. Полторы сотни мин и стрельба из танка. Накануне огонь по окрестностям Авдеевки не прекращался с обеда до позднего вечера, сообщают в штабе АТО. В городе дежурят усиленные патрули полиции. О ситуации в Авдеевке Анастасия Пугач. Каждое утро в Авдеевке начинается одинаково. Полицейские обходят город и фиксируют новые разрушения. Получается к ним в квартиру попал снаряд, да? Это они просто забили. Правоохранители патрулируют улицы круглосуточно. Охраняют поврежденные и брошенные дома от мародеров. Эта ночь прошла относительно спокойно. В черте города снаряды не разрывались. Но последствия предыдущих обстрелов горожане ликвидируют до сих пор. Регистрировано 22 обстрела. Из них все попадания либо повреждения жилых домов граждан. Это как частного сектора, так и многоквартирные дома. Жертв с летальным исходом среди мирного населения нет. Пока в городе не было света, Георгий каждый день заряжал в полицейской палатке мобильный телефон. Пенсионер рассказывает, жить в Авдеевке страшно. В городе продолжаются похороны погибших. Сегодня из Днепра доставили тело Дмитрия Тритейкина. Начальник Авдеевского спасательного отряда умер накануне от тяжелого ранения в живот. Отпевать погибшего будут в четверг в Свято-Никольском храме. Анастасия Пугач, Телеканал Донбасс. Бои на Донбассе могут активизироваться, предостерегает генеральный секретарь УБСЕ Ламберто Заньер. По его словам, ситуация остается сложной и есть опасения, что фаза военных действий возобновится. Сейчас в организации ждут подтверждения информации об отводе тяжелого вооружения. Накануне министр иностранных дел Павел Климкин заверил, официальный Киев данные со своей стороны уже прислал. А вот проверить информацию с неподконтрольной территории в ОБСЕ не могут, подчеркнул Заньер. Зафиксировано большое количество нарушений режима прекращения огня. На линии соприкосновения все еще не спокойно и нет никаких доказательств от ввода вооружения. Мы будем настаивать на дальнейшей активизации международного сообщества и продолжим оказывать давление на противоборствующие стороны для урегулирования конфликта. Смертельное ДТП в Красногоровке. 26-летний водитель Фиата превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и врезалась в дерево. 53-летний пассажир иномарки погиб. Водитель оказался заблокирован в салоне авто. Вызволять его пришлось спасателям. С места аварии его забрала скорая. Крупнейшие заводы Украины на грани остановки. Из-за блокады уголь не доезжает на предприятие. Доменные печи, которые должны работать непрерывно, останавливаются. Тысячи рабочих рискуют остаться без зарплаты и средств к существованию. С требованием прекратить блокаду к властям обратился коллектив одного из крупнейших заводов страны «Запорожсталь». Если предприятие остановится, это парализует работу всей металлургической отрасли. В течение двух-трех недель результаты блокады будут видны и будут чувствовать все граждане Украины. Они будут чувствовать в каждой квартире. Потому что не будет тепла нормально, не будет света, часы пик. Я очень надеюсь, что властям хватит разума и мужества все это остановить законно установленным способом. Теми полномочиями, которые даны им Конституцией и законами. Брошен еще младенцем пятилетнего Диму оставили на улице в полугодовалом возрасте. Точная дата его рождения неизвестна. Благодаря случаю мальчика нашли новые родители. Историю продолжит Татьяна Блинова. На этой картине год назад Наталья Назаренко изобразила сына Вову. А вот мальчика за ним никак не удавалось нарисовать. Я его рисовала, рисовала, наверное, месяц. Я его стирала, но не подходила. И так раз как-то вырисовался, буквально в один момент вырисовался мальчик, светленький, с голубыми глазками. А через полгода в семье появился Дима. Когда уже Димка у нас появился, я смотрела ее фотографии, даже не сообразила. Я поняла, что это полностью Дима. Чудеса отличаются. Появление мальчика Наталья и Владимир считают удивительным. Супруги – волонтеры нейрохирургического отделения. И брошенных детей доводилось видеть часто. Желание подарить сироте семью созревало постепенно. У Назаренко уже есть взрослая дочь и шестилетний сын. Вова очень обрадовался братику. Я рад, что у нас появился Дима. Мне стало веселее и рад. Диме пять. Он уже уверенно держит кисть. Это его первая картина. А еще полгода назад мальчик жил в Одесском детском доме. Малыша нашли брошенным на улице. Неизвестна даже точная дата его рождения. За время жизни в семье ребенок очень изменился. Он был очень мелкий. Ножечки худенькие, штанишечки широкенькие. Конфеты привезли. Конфеты. Я говорю, вы конфеты привезли. А ну-ка, давай посмотрим, что у нас получается. Класс. Давай. Молодец. Богатырь. Дима очень любит своих папу и маму. И при любом удобном случае старается это показать. Мама, я это полюбила. Нет. О годах, проведенных в интернате, старается не вспоминать. Я говорю, а как там было? Там тебя не обижали? Он говорит, ну не обижали, но и не любили. Он хотел сказать, наверное, о том, что да, заботились, но это безразлично. Сегодня в Украине родители ждут более 7700 мальчишек и девчонок. Их анкеты размещены на портале «Сиротству нет» фонда Рината Ахметова. Благодаря работе ресурса новые семьи уже обрели почти 8500 детей. Татьяна Блинова, Евгений Якунин. Для телеканала Донбасс. Нарковаренье с необычным способом транспортировки каннабиса столкнулись правоохранители во время проверки одного из авто. В багажнике машины полицейские обнаружили банки с вареньем. В них были спрятаны свертки, предположительно с коноплей. 26-летний пассажир пытался убедить правоохранителей, что варенье – это гостиница от бабушки. И, скорее всего, пенсионерка просто пошутила. Теперь внуку грозит до трех лет заключения. 23 тонны гуманитарной помощи от Латвии доставят в прифронтовые города Донецкой области. Теплую одежду, детские игрушки, одеяло и предметы быта передал чрезвычайный и полномочный посол Латвийской республики Юрис Пойконс. Из Краматорска грузовики Национальной гвардии Украины отвезут вещи жителям населенных пунктов, которые находятся вблизи линии разграничения. В этот раз помощь доставят в 13 городовых поселков. Среди них Марьенко, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка. Мы скоординовали те потребы, которые необходимы населенным пунктам. И следующий, через приблизительно два месяца, такой же груз зайдет снова на Донецкую область. И снова же тогда координационно мы будем отправлять в те места, которые конкретно потребуются. Для нас это очень важный вопрос, важный проект. Мы очень хорошо понимаем ситуацию, в которой находится Донбасс и Украина. А в этот момент, когда у вас трудно, друзья всегда приходят на помощь, и мы будем приходить на помощь. Дуже вам дякую. В Мариуполе открыли кинологический центр, единственный в Донецкой области. На его базе будут готовить собак для поиска наркотиков, оружия и взрывоопасных предметов. На новоселье побывала Светлана Павлюкова. Лабрадор Гуччи демонстрирует свои навыки. Показательное выступление они с хозяином подготовили в честь открытия кинологического центра. Здесь будут готовить служебных собак для всей Донецкой области. Сейчас тут живут 10 питомцев. Для наших друзей четвероногих и потом уже для удобства, для осуществления работы, для сотрудников полиции. И вот самое главное мы уже сделали. И начало положено. Гуччи и его сын Орес скоро приступят к работе. Остальные еще не прошли курс подготовки. Обучают служебных собак здесь исключительно на немецком языке. Удобно людям подавать короткие звучные команды. Воспринимаются хорошо собаками. Собака их не путает, выполняет хорошо. Одну собаку к службе готовят около двух лет. Обучать животное начинают еще щенком в игровой форме. Постепенно задачи усложняются. В этой папке у щенка нарабатывается хороший правильный укус, глубина укуса. После того, как мы поработали на этих предметах, мы постепенно начинаем переходить на взрослый джутовый рукав. Этот рукав создан для защиты рук тренера. Собаку учат хватать человека особым способом. От такого укуса большого вреда не будет. Полиция создана не для того, чтобы ломать и калечить людей, а для того, чтобы надежно и крепко задержать правонарушителя или преступника. Преступник у нас задержан. Собаки его не отпусят, пока не будет команды. Главная задача собак – поиск наркотиков, оружия и взрывоопасных предметов. В любое время суток я должен быть с собакой, и в случае сигнала я должен максимально быстро прибыть на место во избежание возможного теракта, который в нашей области, к сожалению, имеет место. Кинологи говорят, собака может даже обмануть, проигнорировав опасную находку. Чтобы заметить такое поведение, нужно хорошо знать повадки своего четвероногого друга. Но кинологом нужно быть уже в душе. Можно любить собак, нужно чувствовать собаку, нужно чувствовать ее возможности, желания, настроение. Все учится во время десировки работать с собакой. Центр рассчитан на 24 собаки. Пока вольеры наполовину пустуют, но будущее поколение уже подрастает. Светлана Павликова, телеканал «Донбасс». Обещанного от государства годами ждут. Закон гласит, сирота имеет право на жилье в любом возрасте, причем вне очереди. Но на деле не всем оставшимся без родительской опеки удается добиться квадратных метров. Кто и как отвоевывает свое, выясняли наши корреспонденты. Тарас – сирота. Но после интерната положенное по закону жилье не получил и построил сам. Крыша сделана с длинной. ЖЭК распорядился хибару снести. Но соседи сиротское жилище отстояли и заставили мэрию выделить Тарасу квадратные метры. Новый дом оказался не намного лучше старого. Еще и с долгом за коммунальные услуги в 10 тысяч гривен. Но зато свой. Хотя приватизировать пока не дают. Да и в соседней комнате живет другой мужчина. Тоже сирота. Тепло есть все-таки, но векна просто деревья. Планирую себе эти двери снять, если до души дозвучит. Замарвать и себе тут хит сделать, чтобы иметь отдельный хит. Потому что нереально ходить через его комнату. У Оксаны четверо детей, а своего жилья нет. Съемная. На две комнаты и узкий коридор уходит больше половины зарплаты. Из интерната Оксану выпустили, но куда идти не сказали. Первый год это было тяжело. Как вообще находиться в обществе? У меня было очень тяжело. Не до борьбы за положенные метры. Пока училась, сдавали общежитие. Потом перебралась к мужу. Но тот из дома выгнал. Теперь Оксана обивает пороги столичной мэрии. Но статистика огорчает. Если в 2013 году сиротам дали тысячу с лишним квартир, в 2015-м всего четыре сотни. Официально сироты внеочередники. То есть первые в списке. Но их почти 27 тысяч. Выделять ли квадратные метры решают на местах. Точнее должны. Были, например, те, что и другие регионы вообще не дали житла. Они где-то снижаются в рейтинге. Пожирили и опустили в виртуальном рейтинге. Вот и все наказание. Людмила Музыка – мать 11 приемных детей. Годами боролась за квадратные метры для других сирот. Прихожу, начальник говорит, вы не в свой час. И вы не записаны по черзе. Я говорю, доброе, я завтра прийду. У вас поганый сегодня настроек. Я прийду завтра. И завтра будет поганый. Может, не приходить. Настойчивость дала свои плоды. Благодаря Людмиле полтысячи сирот получили жилье. Близняшки Наташа и Илона в их числе. Квартиру ждали всего год. Их секрет успеха – не дать чиновникам забыть о себе не на день. Но оно того стоило. Квартирный вопрос сестер решен. Хотя это скорее исключение. Многотысячная армия сирот годами ждет гарантированного законом жилья. И чаще всего не дожидается. Валерия Забирко, Юрий Керча. Специально для телеканала «Донбасс». Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом наш выпуск подходит к завершению. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Донбасса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин